Здравствуйте! Вот перед нами параллелограмм. И я хочу доказать, что его диагонали делятся точкой пересечения пополам. Первое, что приходит в голову, что диагонали – это прямые, пересекающие параллельные линии. Т.е. эти диагонали можно также рассматривать как секущие. И если мы сейчас обратим внимание на диагональ db, то увидим, что она пересекает стороны dc и ab. А мы знаем, что эти стороны параллельны, так как имеем дело с параллелограммом. В таком случае внутренние накрест лежащие углы должны быть равны. Т.е. этот угол должен быть равен вот этому углу. Давайте я назову точку пересечения «e». Итак, мы знаем, что угол abe должен быть равен углу cde по свойству внутренних накрест лежащих углов, образованных при пересечении параллельных линий секущей. Если рассмотреть диагональ ас как секущую, то можно привести тот же аргумент. Она пересекает dc и ab здесь и здесь. dc и ab параллельны, значит, внутренние накрест лежащие углы должны быть равны. Т.е. угол dc должен быть равен… Давайте запишу это. Угол dc должен быть равен углу bаe по той же причине, что и в предыдущем случае. И если взглянуть на этот верхний треугольник и на этот нижний, то можно найти кое-что интересное. Один угол одного треугольника равен соответствующему углу другого треугольника. Одна сторона одного треугольника будет равна соответствующей стороне другого. Давайте я это все запишу подробно. На предыдущем уроке мы доказали, что противоположные стороны параллелограмма не только параллельны друг другу, но и равны. Т.е. мы знаем, что эта сторона равна этой. Вернусь к тому, о чем прежде говорила. Одна пара соответствующих равных углов, одна сторона одного треугольника равна соответствующей стороне другого, и еще одна пара соответствующих углов, равных углов. Значит, два этих треугольника равны по стороне и прилежащим к ней углам. Угол, сторона, угол. Т.е. треугольник в обозначении начинаю с синего угла, перехожу к оранжевому, затем к неотмеченному. Значит, треугольник АВЕ равен треугольнику от синего к оранжевому, затем к неотмеченному. СДЕ по признаку угол, сторона, угол. И что это нам дает? Мы знаем, что если два треугольника равны, то их соответствующие стороны должны быть равны. Т.е. мы знаем, что сторона ЕС соответствует стороне ЕА. Или, можно так сказать, сторона АЕ соответствует стороне СЕ, т.е. это соответствующие стороны равных треугольников, значит, они должны быть равны друг другу по длине. Сторона АЕ должна быть равна стороне СЕ. Давайте обозначу двумя штрихами, так как один я уже использовала. Теперь по той же логике. Мы знаем, что ВЕ… Смотрим теперь на другую диагональ, ДВ. Мы знаем, что сторона ВЕ должна быть равна стороне ДЕ. Потому что, опять же, это две соответствующие стороны равных треугольников, следовательно, должны быть равны по длине. Итак, это соответствующие стороны равных треугольников. ВЕ равно ДЕ. Что и требовалось доказать. Мы доказали, что диагональ ДВ делит диагональ АС на 2 отрезка равной длины. И наоборот, АС делит ДВ на 2 отрезка одинаковой длины. Т.е. диагонали делятся точкой пересечения пополам. Теперь давайте сделаем наоборот. Докажем, что если две диагонали четырехугольника пересекаются и точкой пересечения делятся пополам, то мы имеем дело с параллелограммом. Итак, дан четырехугольник. Предположим, что его диагонали делятся точкой пересечения пополам, т.е. что вот этот отрезок равен этому, а этот отрезок равен этому. Учитывая это, мы хотим доказать, что данный четырехугольник является параллелограммом. Для этого нужно напомнить себе, что этот угол должен быть равен вот этому углу, так как эти углы вертикальны. Давайте я это запишу. Назову точку пересечения диагонали Е. Итак, угол СЕД будет равен углу ВЕА. И это говорит о том, что эти два треугольника равны. Две равные соответствующие стороны, одна пара соответствующих равных углов и еще две равные соответствующие стороны. Т.е. теперь мы знаем, что треугольник АЕВ равен треугольнику ДЕС по двум сторонам и углу между ними. Треугольник АЕВ равен треугольнику ДЕС по двум сторонам и углу между ними, т.е. по признаку равенства сторона – угол сторона. Если два треугольника равны, то их соответствующие стороны и углы должны быть равны. Например, угол СДЕ будет равен углу ВАЕ, вот этому углу, поскольку это соответствующие углы, равных треугольник. А также у нас есть АД, секущая по отношению к сторонам АВ и СД, которые, может быть, параллельны, но мы это еще не доказали. Но это так, если только внутренние накрест лежащие углы равны. А мы видим, что это так и есть. Вот эти два угла являются внутренними накрест лежащими, и они равны. Значит, сторона АВ должна быть параллельна стороне СД. Давайте отмечу это стрелочкой. АВ должна быть параллельна стороне СД. АВ параллельна СД по свойству внутренних накрест лежащих углов, образованных при пересечении параллельных линий секущей. Давайте пишу здесь это сокращенно. Итак, мы доказали, что стороны АВ и СД параллельны. Теперь можем следовать той же логике, чтобы доказать, что стороны АС и ВД параллельны. Мы не обязательно все это подробно расписывать будем, так как доказательство будет точно таким же. Прежде всего, этот угол равен вот этому углу. АЕС равен углу ДЕБ, так как это вертикальные углы. АЕС равен углу ДЕБ, так как это вертикальные углы. Ту же причину можно указать вот здесь, вверху. Углы СЕД и ВЕА равны, так как они вертикальные. Тогда треугольник АЕС должен быть равен треугольнику ДЕБ по признаку «сторона-угол-сторона». Запишу. Треугольник АЕС равен треугольнику ДЕБ по признаку «сторона-угол-сторона». Если треугольники равны, то их соответствующие углы равны опять-таки. То есть, например, угол САЕ равен углу ДЕ, так как это соответствующие углы равных треугольников. Итак, угол САЕ. Обозначу его другим цветом. Значит, угол САЕ равен углу БДЕ. И опять же, у нас есть секущая, равные внутренние накрест лежащие углы. Значит, две стороны, которые пересекает секущая, должны быть параллельны. Т.е. эта сторона должна быть параллельна этой стороне. Сторона АС должна быть параллельна стороне БД по свойству внутренних накрест лежащих углов, образованных при пересечении параллельных прямых секущей. Вот мы и доказали, что если дан четырехугольник, диагонали которого делятся точкой пересечения пополам, то противоположные стороны этого четырехугольника параллельны друг другу. Следовательно, этот четырехугольник является параллелограммом. Ну что ж, на сегодня все. До встречи на следующем уроке!